Говорили о Бахе, который нарушил авторские права, Иоганне Себастьяне Бахе, который без зазрения совести взял музыку другого композитора, которого он, судя по всему, боготворил, то есть Джованни Батиста Пергалези, и назвал это своей кантатой. БВФ, как я говорил, БВФ, указатель произведения Баха, 1083. Псалом 51. Нужно просить Всевышнего замаливать грехи. Самые страшные грешники должны слушать этот псалом, эту музыку, замаливать грехи. И Бах не стал писать свои собственные музыки, он взял музыку Пергалези, другого композитора, из другой страны, из Италии, и взял ее, добавил туда голосов, потому что он Бах, он же океан, как сказал Бетховен, а в океане не всегда достаточно количества воды, если это не океан, если это ручей. А Бетховен сказал, это не океан, это океан, то есть это не ручей, это Бах на всякий случай, напомню, ручей по-немецки. И правильно сказал, и правильно Бах сделал. Он взял музыку Пергалези, добавил в этот океан еще несколько морей воды, и в результате появилась сверхъестественная контакта, но в основе-то все равно лежит гениальная музыка Жовани Батиста Пергалези. Я в прошлой программе говорил о том, что мы неожиданно делаем колоссальный скачок назад во времени, хотя мы уже пришли в 20 век, и это не случайно. Я еще и в этой программе, может быть, вам не скажу, в чем дело, почему такой скачок, потому что я очень хочу попросить извинения у Жовани Батиста Пергалези за то, что он бессмертный, грандиозный, один из лучших композиторов, мелодистов, один из чувствующих, обладающих чувством юмора, сценичности. Вот смотрите, Жовани Батиста Пергалези умер в 26 лет. Пять серьезных больших опер. Интермеца между операми в виде комических опер, оперы Буф. Из-за него война буфонов, то есть сторонников того, что в оперном театре, в конце концов, можно не только плакать, но и смеяться. А если вы послушаете оперу «Служанка госпожа», а мы сейчас вам покажем только фрагменты этой оперы, то вы, по крайней мере, улыбнетесь. Потому что это и сегодня смешно, весело, остроумно. А когда-нибудь пытливые, дотошные владельцы интернета и знатоки интернета обязательно найдут несколько потрясающих сценических вариантов этой постановки, потому что многие потрясающие кинорежиссеры не могли пройти мимо этого. Что они вытворяют, вы просто посмотрите. Потратьте на это пару вечеров, и вам покажется, что вообще весь мир остроумный, веселый, радостный, гармоничный. Уж больно красиво, уж больно музыкально, уж больно талантливые актеры, уж больно талантливые режиссеры и постановщики и операторы. Это было сделано в разные времена. Я не буду сейчас перечислять, сами увидите, черно-белые, цветные, суперсовременные, с добавлениями мимов и так далее. Это вы все сделаете. Итак, «Служанка госпожа». Значит, все начинается с того, что Серпина, служанка, не приготовила у Берта господину с утра. Это вообще-то страшное преступление, страшнее ничего нельзя было сделать. Не приготовила шоколад. Утреннейше! Понимаете, вот у Берта просыпается господин, а Серпина не приходит, и мало того, что не приходит, не приносит шоколад. У Берта по этому поводу разражается совершенно колоссальной арией. Ну, то есть, мир кончился, все перевернулось, жизнь закончилась, понимаете? Причем, послушайте, что вытворяет перголези. Он делает такие скачки, бам-бам, бам-бам. И вот этот вот самый у Берта, он то ли бас, то ли тенор, то ли бретон, он вообще не понимает, кто он, потому что он не выпил шоколада. И у него что-то такое творится с голосом. Вообще, он потерял веру в людей, и более того. Вот послушайте сейчас историю, потом посмотрим, что там дальше. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я буду рад всегда слушателям Которые возьмут и в своей жизни Уделят некоторое время тому, чтобы изучить Пергалези Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Улыбку Улыбку И печаль Про улыбку я сказал Про печаль Не годится таким гением Жить 26 лет и умереть в самом рассвете Еще умереть от любви Неразделенной Потому что, видите ли, она Прекрасная девочка умерла И похожа на Мадонну Вот опять какая трагедия Еще раз повторяю Вполне возможно это легенда Потому что мы не так много знаем О рано умершем композиторе Который прошел через века И стал вдруг чуть не символом Комической оперы Радости Кстати, кстати, вот чтобы не забыть потом Вот эта служанка-госпожа Она повлияла на Моцарта Она повлияла на Деницетти Да на всю оперу Во всех операх У Рассини тоже И Женитьба Фигара Моцарта И Сивильский цирюльник Рассини И Дон Паскуале Деницетти Все об одном и том же Милая простая девочка из народа Облапошивает старенького господина Правда, вообще Итальянцы, когда ставят служанку-госпожу Они не делают этого господина Таким уж старым Совершенно не обязательно Но он, по крайней мере, намного старше Я так думаю, что если Служанке так лет 16 Итальянке, да А господин Уберто уже старый Ему, наверное, лет 28 А то и все 30 Знаете, в чем дело? Ну, представление о возрасте ужасно меняется Я хочу обрадовать всех, кому сейчас 60 Вам 40 Тем, кому 80 Вам 60 Вот тем, кому 100 Можно сказать, уже старый Почему? Потому что примерно продолжительность жизни В цивилизованных странах Увеличилось на 20 лет За последние буквально 40-50 лет Поэтому, учитывая это Нужно точно знать Сколько вам лет Убирайте 20 Смело Все нормальные люди Ну, которые слушают, естественно, великую музыку Потому что попсовики Они быстро состарятся У них пости хрустят Сердце бьется так слишком часто Ну, извините, шучу У каждого человека есть воля Выбирать в этой жизни Что ему больше близко Более близко Ближе, лучше сказать Да, ближе И нравится Так вот Даже у моего любимого Николая Лескова Моего самого любимого После Гоголя Писателя Руси Есть такой эпизод В романе «Некуда» Когда дочь уезжает учиться У папы А мама умерла Жена Он один Он ждет дочку Дочь учится Приезжает Ей уже целых 16 лет Она приезжает Не одна из пансиона А с девочкой Подругой-пансионеркой Известно из романа Лескова Что он стал отцом когда-то Когда ему было всего 18 лет Такая была великая любовь Вот И девочки разговаривают между собой Да А он смотрит И он так гордится Тем, как выросла его дочь Как она умно рассуждает И у Лескова там такое Старик посмотрел на девочек А я тут же немедленно начинаю считать Ему было 18, когда она родилась А я теперь 16 Значит 34 года Ему Старику этому Вот я думаю, что он ненамного старше У Берта Старого господина Но Сами еще раз говорю 20 лет теперь добавляйте Значит Тогдашнему Берту Сегодня 50 А тогдашние Серпини Уже Вообще 6 Или вообще Не знаю Минус 6 Но Шутки шутками Вы слышали сейчас Эту музыку Немножко Послушайте ее Во всех вариантах Сколько угодно И Радуйтесь Потому что Эта музыка Огромной радости Итак Улыбка Удивление Печаль Про улыбку сказал Про удивление Про печаль сказал Не сказал Про удивление Сейчас будем удивляться Пять больших опер Несчетное количество Всевозможных Кончерта Гросса Контат Ораторий Музыки для скрипки Для флейты Оркестры Концерты Оркестровые концерты Вот сейчас Мы сегодня Вам предложим Пергалезе Его концерт Для флейты С оркестром В трех частях Вот Вы себе представить Не можете Что этот мальчишка За какие-то там Десять лет Ну в шестнадцать Он что-то Может вроде бы писал В двадцать три Служанка госпожа И пока тогда В те времена Неудавшиеся оперы Большие Серьезные Так называемые Серия Война буфонов Из-за него Развелась Она развивалась Уже в средине Восемнадцатого века В средине Восемнадцатого века Война буфонов То есть Сторонников комедии Противников комедии Его давно нет А влияние его И сегодня есть Потому что Всюду И у Моцарта И у Рассини И у Даницетти Да вообще Огромное количество Комических опер Они всегда Написаны были С оглядкой На пергалезе И даже сюжет Далеко не закручивали В сторону А именно Такая история Повторяю Старик И молодая служанка Которая будет его Вокруг Пальца Кстати Когда Мольер Задолго до этого Еще писал Своего Тартюфа А вот этому Я бы посвятил Не одну программу Мы когда-нибудь С вами займемся Исследованием Самой на мой взгляд Великой пьесы Написанной в истории Театра мирового Даже не Шекспир Знаете А Тартюф Мольера Кстати Я помню Когда Эфрос сказал Что Тартюфа Надо играть Между жизнью и смертью С акцентом на смерть Что скажут все Как Знаменитая комедия Ходим Смеемся Наслаждаемся Радуемся О нет Друзья мои Об этом будет Большой разговор Но вот Все это Одна и та же линия Там тоже У Мольера Еще раньше всех Попытка рассказать О том Как же все-таки Молодость Должна победить Тиранию Бандитизм Ложь Фальшивых пророков И так далее То есть здорово И вот здесь тоже Понимаете Вот эта девочка Умная Хитрая У перголези Чудесная Талантливая Обаятельная Она побеждает Тридцатилетнего старика И становится госпожой Ну и Мы с вами Сейчас послушаем Одну часть Только одну часть Из концерта Для флейты С оркестром А может быть Если позволит время И две А может быть И все три Посмотрим Но во всяком случае Мы обязательно вернемся К этой музыке И вы можете Сами ее услышать Вообще музыку В перголезе Слушайте как можно больше Это великий антидепрессант Композитор-антидепрессант У него столько мелодизма Столько смеха Радости Улыбки Прелести Итальянской скороговорки Чудных итальянских ламенто Жалоб Красивых Таких сценических Жалоб Слушайте Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА